День цирка Но это не так, говорят дрессировщики Животное – это партнер и друг Главное – терпение и любовь И тогда оно ответит тем же После репетиции пони и собакам дают поиграть Заслужили Просто катастрофичное, ошибочное такое предположение Что животных наказывают, животных бьют, животных убивают Это неправильно, это неправильно Если бы мы так плохо к ним относились То, наверное, бы они с такой отдачей не работали бы на манеже Секреты работы с животными дрессировщики передают из поколения в поколение Родители Михаила Спектра – артисты Они родились и выросли на манеже, как и их родители Династия в цирке – это не редкость Я профессию не выбирал, профессия выбрала меня, и это моя жизнь Вот эта суета, вот этот вот быт, который у нас Который непонятен обычным людям, которые живут на одном месте Вот все эти наши переезды, все наши репетиции Наша подготовка к работе Это все настолько трепетно, что без этого я не представляю Когда ты выходишь и исполняешь какой-то трюк Народ начинает прям так ярко хлопать И ты понимаешь, что ты до людей донес свое искусство Проблем в цирке хватает – это не высокие зарплаты, а главное – состояние зданий Большинство цирка в стране построено 50 лет назад В Росгосцирке говорят – ремонта требуют более 40 зданий На грани закрытия оказался и Уфимский цирк После проверки прокуратуры часть нарушений устранили Другие ждут реконструкции, которая запланирована на 2018 год В цирке никакой опасности для зрителей и для здоровья не имеется Каждый раз текущий ремонт делаем, всегда поддерживаем По пожарной безопасности всегда мы устраняем, которые пункты нарушений есть Мы каждый год что-то делаем, все равно текущий ремонт и коммуникации, электричество На капитальный ремонт потребуется 970 миллионов рублей Здание заменит витражи, кровлю, коммуникации Станет современным и зрительный зал После реконструкции в цирке планируют открыть студию Свои трупы животных у Уфимского цирка пока нет Реконструкция продлится полтора-два года Несмотря на слухи, цирк закрываться не будет Гастроли проходят в штатном режиме Как обычно здесь ждут зрителей Алина Гребешкова, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ